Гости. Прежде всего, хотел бы приветствовать гостей нашей команды, кто впервые присутствует на нашем вебинаре. Также хотела бы приветствовать уже наших новичков, менеджеров, ну и, конечно же, лидерский состав нашей команды. Сегодня у нас это второй вебинар из цикла «Знакомство с новичками. Успешный старт и быстрый рост в бизнесе. Советы топ-лидера». В прошлый раз, ровно три недели назад, я проводила такой вебинар, но немножечко еще фишечек я вам добавлю. Несколько идей, и я думаю, если вы даже были на прошлом вебинаре, вы что-то для себя отметите. И каждый раз, когда вы будете вспоминать, будете анализировать свои действия, что нужно сделать, чтобы стать эффективным, каждый раз вы, может быть, услышите какую-то новую полезную информацию. Итак, давайте я представлю, прежде всего, нашу команду. Факты гордости. Наша команда делает более 16,5 миллионов рублей доход нашей команды. То есть это получает как раз-таки те, кто, возможно, здесь присутствует уже на вебинаре. Представляете, 16,5 миллионов. Какой бы работодатель мечтал своим партнерам, служащим, либо как наемным работникам такую сумму платить? У нас потрясающие результаты. И сейчас, в этом году, я знаю, что у нас будут рекорды. Просмотрите нашу страничку. И в этом году, летом, 4 лидера открыли квалификацию директора буквально в третьем месяце работы. У нас потрясающие классные результаты. Но как с чего все начиналось? Если рассказать о моей истории, моя основная профессия, первая в трудовой книжке, была в 16 лет актер-демонстратор. Я работала модель на крупной фабрике. Также мне было скучно работать только по одной специальности. Мне скучно было учиться. А я училась в это время в колледже. Я еще подрабатывала менеджером по рекламе, в различных газетах, полиграфе. Я училась, скажем, говорить тет-а-тет. Но мне было интересно все узнать. В 18 лет моя карьера модели стала расти. Меня начали приглашать уже на показы в неделе высокой моды в Москве. Мы стали ездить по России. Я уже закончила с колледжа. Пошла на заочное образование, потому что поняла, что зачем мне тратить время на какое-то образование, ходить полдня, потом еще заниматься, если я, например, могу то, что мне важно, что мне важно, мне изучать. Итак, я закончила с красным диплом Академию приборостроения информатики московского. Вот. Но, возможно, у меня была бы хорошая карьера модели. Если бы я не влюбилась и не переехала в 19 лет в Сибирске, поселок Алтайского края, 12 тысяч человек. В тот момент меня ждал международный контракт в Москве. Но я так вот подумала, взвесила. И красота, она ненадолго. И неизвестно, как бы сложилась моя жизнь, тем более за границей, либо в Москве. Как вы сами знаете, что модельный бизнес очень коварный. Но мои ребята, с которыми я была, мои напарники, они сейчас вот так вот выглядят. Это Черков Святослав и Черков Евгений, которые поженились. Либо я в паре ходила с Женей, либо со Славиком. Они сейчас снизились более чем в 50 фильмах. Потрясающие проекты. Женя ввела, наверное, более двух лет новости по второму каналу, по России с утра новости. То есть достаточно высоко поднялась. Когда я переехала, я нашла работу по основной специальности военный финансист. И тогда я поняла, что значит в те моменты, в кризисные моменты, я поняла, что значит нет денег. Потому что работая по трем, по трем моим работам, я зарабатывала практически как, или больше, как мама с папой. Когда я стала работать в бюджетной организации, денег не хватало. Я помню, у меня мечты были. Мы могли себе позволить. Я раз в неделю покупала, в месяц покупала шоколадку. Могла позволить себе одно яблоко купить раз в месяц. То есть либо килограмм яблок поделить. Там я уже не говорю, все было сразу сжато. И такой вот формат, да, денег не хватало. И когда моя косметика закончилась, я начала покупать. Причем я уже искала, я выбирала. И я с такого с тем, что была поделка. То есть беру тушь Max Factor, она не та. Беру парфюм, а это не тот совершенно другой запах. То есть в тот момент было практически, ну я не знаю, может даже сейчас я с этим не сталкиваюсь, большое число поделки. Я пришла в коллектив, у меня не было денег на регистрацию. В тот момент она тоже стоила 149 рублей. Но по тем временам, это как я не знаю, может быть сейчас тысяч пять. Вот. И я попросила всех скинуться по десятке и стать покупать на по себе стоимости. Я не всерьез восприняла эту профессию, потому что в принципе не было человек, который всему этому обучил. Девушка, которая меня, на которой я подписалась, это моя подруга, она сама не разместила ни одного заказа. Только через несколько лет я посетила первое мероприятие компании Reflame. Да, я открыла, организовала доставку в наш маленький поселок, потому что с заказом нужно было ездить примерно часа полтора в одну, полтора в другую, на электричках, и плюс 80% было отсутствующих товаров. Вот. Далее, когда я посетила первое мероприятие Reflame, когда я вживую увидела, что на самом деле происходит, какие люди, скажем так, какие-то бабушки, мальчики, парни, мужчины возраста, возрасте, подростки, 18-20 лет их поздравляют на сцене, я удивилась, почему не я, я все знаю, я тем более, что параллельно, когда я стала работать военным финансистом, я еще преподавала в модельном агентстве, преподавала макияж, дефиле, то есть это моя специальность. И когда моя была основная цель, это карьера военного финансиста, когда я полностью ее прошла, стала уже военным финансистом, все, что можно, все галочки поставила, я поняла, что все, на этом моя карьера закончилась, все, последнюю ступеньку я занимаю, и все, и на этом скукотень. И в это время, в декабре 2005 года, действительно, был потрясающее мероприятие, новогодний банкет, где компания раскрыла все, что действительно, вот эта вот красота, стиль жизни, красота, как образ жизни. Я приняла решение уволиться с основной работы и начала активно работать. Да, у меня не сразу все получалось, вы можете видеть, что как я долго шла к уровню директора. В январе 2003 я зарегистрировалась, и только в мае 2007 года я стала директором. Я не знала, как работать, были свои шишки, получала, я не знаю, там сотни отказов, потому что первая регистрация у меня получилась только через год. Мы сделали лучшие результаты, а, я получила свидетельство о регистрации, и очень важно, что я стала платить налоги, и по упрощенной системе налогообложения, что в 7 раз ниже, чем на любой другой наемной работе, которая в любой, да, то есть мало того, что вы платите 13% подоходный налог, еще и фирма оплачивает за вас еще дополнительные налоги, если здесь, Наташа, Наталья Востюгина, я все забываю, скажи, какой процент, всего суммарно 13%, плюс платит фирма налоги за наемного работника, то есть вот это то, что вы могли бы получать, а это уходит куда-то в государство, при том, что на выходе мы будем также получать одинаково абсолютно пенсию, но возможно я буду получать немножко больше, потому что я еще дополнительно с 300 тысяч перечисляю один процент, который вот входит туда, то есть у меня деньги перераспределяются, Катюша, да, подсказывает 40%, я считала, слышала что-то больше чуть-чуть, 40 с копейками, вот, еще один момент, да, когда вы работаете на основной работе, да, когда девушка беременеет, ей плохо, токсикозы, она продолжает работать и только в 7 месяцев выходит декретный отпуск. У нас с мужем получилось так, что это отдельная история, 10 лет не было детей, потом пришел wellness, мы начали принимать, и вот случилось чудо, причем у нас повальные беременности, пошли в компанию Reflame, и с того момента, как начался wellness, буквально у всех разница 2-3 месяца была, то есть и сейчас более, на сотни человек, я уже знаю, кому вот так наша продукция помогла, но я не буду об этом рассказывать, но фишка в том, что создав хорошую базу потребителей, лидеров, менеджеров, я могла сразу же уйти в декретный отпуск с первых дней и получать те же самые декретные, которые я наработала, да, то есть у меня был, ну, сильный токсикоз, там, я каждый день сразу бежала к белому другу, вот, и все месяцев, когда я токсикоз прошел, когда мне стало уже скучно, я начала действительно активно работать в интернете, и вот здесь вы сами определяете, когда вы хотите, ну, да, понятно, я периодически выходила, первые три лидера, это, прежде всего, да, я отмечу, Светлана Волковская, мы сделали первый результат там, где я жила, в Сибирском, у нее сейчас структура не на год, я вылетела, да, я вылетела, да, ну, и третье, партнеры, лидеры, которые пришли в команду, с которыми познакомилась через интернет, они открыли, они были директорами, по ним еще открывался директор, ну, к сожалению, у нас бывает такое, что даже с уровня директора люди могут уйти в обычный традиционный бизнес, неправильно выбрав стратегию развития, да, тогда ребята подписывали всех в первый уровень, у них было, наверное, полторы тысячи человек подписанных вот в первый уровень, и когда нужно было оповещать, когда, да, это был потрясающий доход, они очень много зарабатывали, они, по-моему, какой-то в месяц они 500 человек зарегистрировали, висит, сейчас есть, давайте проверим, что сейчас, я перезайду, все хорошо, окей, да, нормально, так вот, ребята, когда работали, пригласили в один каталог 500 человек, сделав рекорд в филиале, эти люди как пришли и ушли, и прошло некоторое время, через год вся структура высыпалась, почему? Потому что не хватало времени для того, чтобы оповещать всех, чтобы работать, то есть не было менеджеров, да, а если нет менеджеров, не с кем работать, то, соответственно, результат будет другой, вот это важно помнить. Да, конечно же, мы стали потом работать немножко по-другому, вот, посмотрите, какая классная статистика у Катюши, да, за год она лично зарегистрировала более 600 человек, то есть это был лидер по рекрутингу. Что мне дала компания Арифлейм? Для меня было две мечты, это прежде всего бриллиантовый директор, для того, чтобы путешествовать по миру и по России, то есть мне нравится узнавать новые страны, вот, и это я сделала с компанией Арифлейм, я хочу переделать вот этот слайд, готовилась к вебинару, нашла, что в прошлом году, в октябре, наш товароборот составил только за октябрь месяц 12 миллионов, это как три крупных магазина, представляете, вот зайдите в Мегу, да, Литуаль, Эльдебаты и Левгош, вот то, что эти три крупных магазина делают за месяц, вот мы с вами командой в интернете сейчас это делаем, да, и причем за октябрь прошлого года мы заработали по 6 миллионов рублей, то есть в среднем, если по не ценам каталога, а по реализации, это 12 миллионов, наши чистыми, это 6 миллионов, где включается скидка минус 20 процентов, различные акции, выплаты, бонусы и так далее, да, вот, и на самом деле наша команда продолжает расти, максимальный мой доход и за что же все-таки платит нам компания, максимальный доход у меня был в январе, когда все отдыхали и были праздничные дни, и когда я улетела еще в Абу-Даби, то есть там продолжала 10 дней отдыхать, я получила 1 миллион рублей, я не знаю, есть ли такая легальная нормальная работа, с которой вы будете платить налоги, я даже честно говоря не знаю, какая фирма сейчас может работнику заплатить 1 миллион, еще за него 40 процентов оплатить свыше, то есть миллион 400, 400 тысяч просто подарили государству, чтобы это было официально, за что нам платит компания, посмотрите, написано справки не за продажи, не за то, что бегать раздавать каталоги, навязывать, втюхивать, впаривать, я не знаю, там за уши вытягивать, нам компания платит вознаграждение за услуги по привлечению потенциальных покупателей не продажам, а привлечению потенциальных покупателей, пополнение и поддержание информационной базы покупателей продукции компании, стимулирование покупателей продукции компании, включенных в информационную базу к приобретению продукции компании, то есть, ну и плюс прочие услуги. Вот за что нам платит компания, именно за организацию товарооборота. Сейчас немножечко переименовали, и прям в справке нам напишут, сколько презентаций мы должны провести, сколько планерок мы должны провести, то есть за это нам платит Арифлейм. С Арифлейм я каждый год посещаю все новые и новые страны, это моя гордость, впечатление, это то, скажем так, над чем я работаю. И найдите, скажите, да, компанию, даже вот я работала финансистом, я бы никогда не смогла вот так вот путешествовать. И у меня уже в ближайший год распланированы бесплатные конференции, это вот буквально через два месяца будет Майами, потом, ну и так далее, вы можете прочитать весь список. Арифлейм, да, живя в маленьком поселке Сибирск, ну да, сейчас мы переехали в Омск, опять же таки, если мои напарники, да, работая моделью, они все-таки вошли в шоу-бизнес, я также в него вошла, но только через компанию Арифлейм. И сейчас мое хобби, второе хобби, это делать селфи, это делать фото со звездами, коллекционировать, общаться, заводить знакомства. И мне очень потом приятно, когда вместе сейчас, вот вы знаете, что все звезды в Инстаграме, да, я из Омска сейчас, в Инстаграме и с ними общаться, ну, это здорово. В компании Арифлейм не только я, но и моя дочка была на обложке журнала, «МЛМ вам не игрушки», меня печатали в журнале «Добрые советы», но и сестру моего мужа, Скрыльникову Лену, также напечатали в «Космополитен». И в среднем выходит один-два журнала в месяц, это различные вот такие вот известные журналы, где печатаются статьи от наших лидеров. Поэтому, возможно, в скором времени именно о вас что-то напишут. Наша гордость, наши достижения – это наши командные результаты. И буквально летом наши команды поздравляли на сцене с новыми званиями, достижениями. И самое интересное, наверное, самое впечатление, ради чего я работаю в компании – это видеть, не только самой кайфовать, наслаждаться вот этим всем, а видеть вот эти эмоции со слезами на глазах, как люди, понимаете, как партнеры открывают глаза и вот это ощущают, вот это, наверное, самое классное. Это так же, как маленький ребенок, ты видишь его первые шаги, как у него становится получаться, ты гордишься его результатами, достижениями. Вот это кайф, который не купишь ни за какие деньги. С уровнем менеджера компании, несмотря на то, что везде кризис, компания находит деньги для того, чтобы с уровнем менеджера делать конференции международные. В прошлом году мы были в Египте, нас было 16 человек. А в этом году мы должны были быть в Турции, но из-за того, что сами знаете, что произошло, у нас была конференция в Сочи, но, поверьте, она была настолько восхитительной, шикарной и уровень настолько высокий, что, мне кажется, именно то, что, возможно, мы не были в какой-то стране, а именно в Сочи, позволило компании шикануть просто по полной. И наверняка вы знаете, что еще у нас выступал Сергей Лазарев. Это было очень круто. Знаете, вот работать онлайн – это здорово, это хорошо. Но когда есть команда, которая живет в регионе вместе, и все-таки, вы знаете, я склоняюсь к тому, что лучше делать бизнес желательно в своем регионе, чтобы вы могли встречаться. Близлежащие города, вот я от этого просто получала настолько много эмоций, когда, во-первых, на бизнес-дне нас было около сотни человек, потом в ресторане около 40 человек, когда мы общались, знакомились, и вот после этого, знаете, вот слаженность команды, это не передать. Поэтому я очень хочу, чтобы в каждом филиале мы собирались вот такими большими командами, и через какое-то время, да, я к вам тоже могла приезжать в регионы. Ну и, конечно же, я думаю, что мы все с вами скоро встретимся в Москве на банкетах. Сейчас компания запустила новую акцию для менеджеров, с уровня, опять же таки, менеджеров, что мы можем с вами поехать в Болгарию. Даже сейчас все, кто сейчас присутствует на вебинаре, еще может квалифицироваться новички, да, если они откроют квалификацию директора в первом каталоге. Об этом более подробно не буду рассказывать. Здесь нужно уточнять у ваших лидеров. Я сейчас переключу на вторую презентацию. Это была моя, скажем, история, мои достижения. Но сейчас во второй части мы с вами проговорим, что же нужно делать для того, чтобы получать все вот это вот прелести, да, воспользоваться возможностями, и что для этого нужно делать. В Reflame есть правило бизнеса. Нужно заниматься организацией личного и командного обучения, организовать личный командный рекрутинг и организовать личный и командный товарооборот. С чего всего начинать, да, что нужно делать? Вы знаете, как бы, есть такое понятие, что человек, который зарабатывает 10 тысяч рублей, он может обучить человека, как зарабатывать 10 тысяч. Тот человек, который зарабатывает 30-50 тысяч рублей, он может обучить зарабатывать примерно тот же уровень. У меня высокий уровень дохода, то есть был в прошлом году официально, да, 4,5 миллиона, то есть я вам могу передать уже видение, что я делала, что я росла, именно в видении топового лидера, для того, чтобы вы смотрели, повторяли, да, какие-то мои действия. И все начинается с мечты. Я действительно очень хотела, я здесь, главное, что нужно иметь такую страстную мечту, ради которой вы будете действовать. Поверьте, все другое можно, скажем, изучить, обучиться. Сейчас все есть в интернете, есть онлайн, есть лидеры круглосуточно, есть какой-то вопрос, можно сказать, главное, нужно понять, зачем вы будете работать, зачем вы будете действовать. Если нет этой страстной мечты, вы будете долго идти к званию. Я просто сама для себя поняла, когда я действительно горела сильно, да, я настолько хотела быть бриллиантовым директором, я каждый день, мой рабочий день заканчивался где-то в 3-4 утра, в 7 часов, в 8 я просыпалась с ребенком, кормила и занималась, то есть 4-5 часов в день, и вот так нон-стопом я работала, анализировала каждый день, что я делаю не так, что включить, что нужно сделать по-другому. И вот действительно, когда я отпахала, я открыла звание, я открыла-закрыла бриллиантовый директор, и потом еще вот по накатной, да, сейчас я уже не так работаю, я поняла, что вот такой жгучий, сильный, прям мечты, которые будила, да, знаете, уже сейчас наступила такая зона комфорта, и вот этот вот момент, да, почему некоторые достигают, например, уровня директора, уровня какого-то, да, золотого директора, да, и у них стагнация выходит на определенный уровень дохода, 30 тысяч, 50 тысяч рублей, хотя бы так, что смысл в чем, когда многие девушки, например, в декретном отпуске, начинают зарабатывать, как их мужья, которые работают на основной работе, и работают 8 часов в день, у них вот зона комфорта, ну, в принципе, классно, я и так зарабатываю, но для того, чтобы расти в сетевом маркетинге, нужно постоянно работать, нужно постоянно рекрутировать, что-то делать. Следующий момент, это обязательно иметь в письменном виде минимум 100 мечт, которые вы должны прописать. Здесь присутствуют лидеры и менеджеры. Подскажите, пожалуйста, у кого есть прописанные мечты, сколько мечт у вас? У меня, например, существует блокнотик, и в телефончике я веду заметки, какая-то мечта всплывает, я туда пишу. У меня также есть калаш мечты, который я делала лет 5 назад, и многие партнеры, вы уже видели, практически все мечты сбылись, и важно проводить ревизию мечт минимум один раз в квартал, с наслаждением вычеркивать. Лучше все-таки это писать, даже если вы заметках в электронном виде написали, лучше всего ввести очень красивый блокнотик, где вы должны записывать все-все-все подряд в разных областях, и потом с таким, знаете, с наслаждением вычеркивать, вычеркивать, чтобы вы понимали, что вы даже делаете маленькие шажки, не важно, что вы захотели, может быть, сегодня вы хотели провести вечер как-то по-другому, после работы вместе пойти, не знаю, с ребенком куда-то, в кафе, с мужем на выход, ну, организовать какое-то, не знаю, мероприятие, я не знаю, что, шопинг это будет, какое-то там колечко себе купили, я не знаю, что именно сегодня вы хотите. Главное вот именно вести это. Следующий момент, да, дальше, когда у вас есть четкое видение, чего вы хотите, как вы хотите, сколько вы хотите зарабатывать, потому что практически все мечты можно оценить в денежном выражении, даже здоровье можно сейчас купить, здоровье вас и ваших родителей. Далее, о, блин, и тут Америка, ну, и сейчас мы в тренде, да, как вы знаете, Дональд Трамп сейчас очень влиятельный мужчина, да, и вот эта цитата, чем бы вы занимались, если бы разорились, и вам бы пришлось начинать все с нуля, он ответил, я бы нашел хорошую компанию, сетевой маркетинг, и добился бы в ней успеха. Да, в зале послушался смех, ха-ха, там, сетевой маркетинг, интим не предлагать. Трамп заявил, вот поэтому я стою на сцене, а вы сидите в зале. Сейчас на данный момент, то, что идет в тренде, сейчас идет такое направление, что практически весь рынок продаж перемещается, а, онлайн, да, через, вы все наверняка делали какие-то покупки онлайн, и второе, да, у нас идет две отрасли, на которых сейчас просто делаются бешеные деньги, это индустрия красоты, индустрия здоровья, велнос, велнос-индустрия, и проходит просто миллиардные товарообороты. Да, вы можете получать деньги, доход с этих товарооборотов, а можете просто говорить, сетевой маркетинг, Арифлейм, это не мое, да, и продолжать тот образ жизни, который у вас был. Рекламировать можно все, что угодно. Я сейчас являюсь продуктом продукта компании Арифлейм, потому что в компании я более 12 лет, да, и вы можете видеть, да, насколько даже раньше у меня были всегда темные круги под глазами, в принципе, как у всех. Я пользовалась тональным кремом, у меня были уже на тот момент 24 года носогубные складочки, здесь не видно, у меня очень явно были внуческие морщины. И прошло время, вы видите, сейчас мне 36 лет, и я горжусь состоянием моей кожи. Я горжусь тем, что я замедлила преждевременное старение, и моя кожа выглядит хорошо, достойно, и я могу достойно стареть. Мне, например, для меня кумир всегда была Мадонна, многие звезды американские. Да, возможно, когда-то я буду делать также пластику, но опять же таки, пока сейчас я горжусь тем, что я еще ни разу не посещала вообще ни одного косметического кабинета, салона, даже мне не давили, простите за выражение, прыщи. Вот, и это только Арифлейм. У меня рост 176. Косметических компаний на данный момент много. И есть действительно тестирование, которое клиническое показало, что несмотря на то, что мы практически показываем самые, скажем, приемлемые цены, не сказать, что дешевые, не дешевые, мы никогда в компании, никогда в жизни не будет больше, ну вообще, мы никогда не будет дешевкой, мы не стремимся к этому, мы стремимся, чтобы было соотношение цена, качество, эффект и результат. И это гордость, что наша, наша крема, по сравнению с люксовыми брендами, которые стоят на порядок дороже, мы занимаем второе место по эффективности, и, наверное, по стоимости, самое низкое, потому что у нас свои лаборатории, свой производственный комплекс, и компания вкладывает колоссальные деньги, средства, и мы в тренде. И вы знаете, что будет через 20 лет, куда правильно вкладывать инвестирование, где будут большие потоки товарооборота. Компания Reflame проанализировала весь сегмент рынка в разных странах мира, учитывала все кризисы, и она поняла, что будущее, в ближайшие 20 лет развития, это wellness индустрия, это фитоняшки, красивое тело, здоровое состояние, это красота изнутри и снаружи, прежде всего, и этот тренд она делает. И опять же таки, я продукт продукта, и знаю, что и через 10 лет вы можете одеть свое любимое платье, я его одевала, и возможно, может быть, на каком-то даже банкете опять его одену, но мне очень нравится, я его шила на банкете директоров. Это классно, когда вы можете себя держать в одной форме и выглядеть примерно, как 10 лет назад. Я вас зову не на уровень директора. Чтобы стать уровнем директора за это, чтобы выйти на этот уровень и пробежать 8 месяцев, вы получите 1000 долларов. Но когда вы научитесь обучать других, обучать, вы за каждого директора будете получать еще. Вот смотрите, если вы к вашему результату сделаете, там, например, у вас будет одна директорская группа и вы сделаете прирост 7500, вы получите 1500 долларов. А дальше, самое интересное, у вас будет 2 директора, вы получаете 2000 долларов, прибавили еще одного директора, всего одного, но вы получаете за это 3000. Вы прибавили еще всего одного человека, четвертого, за это получили 4000 долларов. 6 человек, 2 добавили, вы получили 6 за каждого директора. Смотрите, сколько вы получаете. Программы «Мой дом» нет, к сожалению. Это просто старый слайд и так далее. Я стремлюсь, я открыла квалификацию на продажах исполнительного директора. На данный момент у меня не 12 групп, меньше, потому что лето где-то просел. Но это моя цель. Я хочу стать исполнительным директором, я хочу войти в топ-15 России и в топ-100 мира. Я знаю, что это наш общий командный результат. И не всегда получается где-то гладко, где-то растешь и растешь. Где-то нужно подумать и стратегию поменять, потому что рынок меняется. То, что работало раньше, не работает. В интернете какие-то стратегии меняются, программы. Вот мы недавно в Телеграм перешли. Но когда вы знаете путь, к чему вы идете, я не знаю, сколько потребуется вам для этого лет. Например, вы хотите выйти на уровень дохода 200 тысяч рублей, чтобы ваша зона комфорта была. 5 лет пройдет, 10 лет пройдет. Какая разница? Вы можете, имея то образование, которое у вас есть сейчас, имея даже, может быть, на одного или двух детишек больше, потому что женщины должны все-таки предназначение женщины рожать детишек. Двое, трое будет. У нас есть в команде, у кого четверо детишек продолжать. Возможно, вы выйдете когда-то на пенсию, у нас есть пенсионеры. Вы никому не будете нужны. Дальше вас никто не возьмет. Вы будете с вами мизерно 10-15 тысяч рублей пенсию получать, но это в лучшем случае. И все. Вы просто никому не нужный человек. Но здесь вы можете создать эту пенсию. Пенсию, и этот доход можно потом передать по наследству. Это важный фокус. И давайте еще пройдемся по стратегии, что же нужно делать. Сейчас я нарисовала идеальную картинку того, как можно быстро выйти на уровень. Да, это только стратегия. Но если вы будете постоянно фокусироваться на этом, то ваш доход будет расти. Прежде всего, скажите, пожалуйста, вот 100 бонус-баллов. Кто старички, скажите, сложно это делать? По сути, 100 бонус-баллов – это два продукта в компании «Арифлейн». Это то, что нужно делать для того, чтобы получать шаги по стартовой программе. Это просто, ну, это легко делать. На самом деле, и у нас есть специальные вебинары, которые помогают понять, как организовать личный товарооборот. Так вот, фокус вы должны себе навсегда запомнить. Что? Неважно, что вы делаете, сколько вы работаете, чем вы занимаетесь. Важно понимать, что у вас, ваш фокус всегда. Минимум личных три регистрации, три новичка должны за каталог сделать 100 бонус-баллов. То есть, ваша цель – найти одного человека в неделю, который сделает заказ на 100 бонус-баллов. Возможно, у вас будет еще два, может быть, четыре новичка, но минимум одного человека вы должны качественно с ним поработать, обучить, показать, либо как раздавать каталоги, либо рассказать о продукции «Веллнес», о том, наши наборы порекомендовать по уходу за лицом. Ваша задача в неделе каждой, неважно, если вы будете на уровне просто новичок, менеджер, директор, либо топ-лидер, ваша задача – постоянно делать приток новых. Нет регистрации, нет новых званий. Вот это важно понять. Ваш фокус всегда. Итого, вы видите, что если вы организовали, пригласили три новичка, то всего вы получаете практически 1488 рублей на предоплату следующего заказа, плюс подарок по стартовой программе. Набор продукции, который стоит вам 199 рублей, на самом деле намного дороже. Далее. Если вы это научились делать, во-первых, сами сделайте то же самое. Найдите еще три новичка, которых в каждую веточку по одному новичку поставьте, чтобы человечек сделал 100 баллов. Второй ваш шаг. Нужно обучить тех, кто делал 100 баллов, рассказать, как это выгодно, чтобы получать доход с их структуры. Это 150 баллов. И пригласить также по три новичка. Таким образом, стратегически на второй каталог вы можете выйти на уровень менеджер 9%, и ваш доход будет на предоплату также следующего заказа 2276, плюс второй шаг по стартовой программе. Следующая стратегия. Вы также первая лично. Вы также находите три новичка, которых в каждую веточку ставите, и помогаете также сделать партнером. Как вы сами сказали, что это реально. Еще раз, ну, точнее вопрос, да, мы говорили, 100 баллов реально ли сделать. Скажите, если очень сильно постараться, если каждый день заниматься рекрутингом, минимум 3-4 часа, вы даже ради своей цели, вы можете даже лечь позже, да, встать раньше, я не знаю, на работе, где-то сесть, если вы где-то работаете, выйти в интернет, потому что если даже, куда бы вы ни вышли, сели в маршрутку, то вы увидите, что половина людей, кто сидит в маршрутке, особенно молодежь, они уткнулись и сидят в интернете, а в интернете делается бизнес. У меня нормальный Wi-Fi. Я не знаю, возможно, понимаете, мы проводим вечером вебинар, и очень много людей сейчас также потребляют, то есть если мы были бы в дневное время, то людей было бы меньше, видите, я не знаю. Я не могу ничем вам помочь, к сожалению, так происходит. Итак, и третья, следующая стратегия, если вы и ваша команда делают то же самое, то уже на четвертый каталог вы открываете квалификацию директора. Это практически, это три месяца. Это за три месяца, когда вы студент, который обучается, который проходит, как же это называется, что приходит на работу, устраивается на стажировку, стажировку на... Я живу в Омске. Я живу в Омске. Вот. На четвертом каталоге вы уже можете открыть квалификацию директора, если вы и ваши партнеры всегда будут помнить это правило делать. Конечно, в жизни у нас получится не совсем так, как мы хотим, но главное фокусироваться, стараться делать самому, потому что, когда начнете вы делать сами, будет повторять ваша команда. И тогда на пятом каталоге вы откроете уже сразу три звания старшего директора, золотого, старшего золотого директора. Итого доход на этом уровне, только даже на этом уровне, даже не за краз звание, уже может быть в месяц более 70 тысяч рублей. Я уже не говорю о том, что через 8 каталогов, через полгода ваш доход будет в среднем 100 тысяч в месяц. Это уровень старшего золотого директора. И к тому же вы получите премию, начнете путешествовать в разные страны мира. Вот я сделала такую новую табличку. Это ноу-хау сегодняшнего вебинара. Такая, скажем, такая фишечка. Смотрите. Можете сделать принт-скрин. Для того, чтобы выйти на уровень директора 7500 бонус баллов, каждому человеку потребуется разное количество людей в команде. В нашей команде в каждой структуре разный средний бонус балл. Но посмотрите, для того, чтобы открыть квалификацию директора, если ваш средний заказ будет 50 бонус баллов, вам потребуется 150 человек. И к этой квалификации вы будете идти больше года. Если вы будете качественно работать над структурой, то в среднем будет 100 баллов в вашей команде, вам нужно будет 75 человек. И на этот уровень можно выйти через 7-9 месяцев. Если вы будете фокусироваться, вашу команду партнеров делать 150 баллов, то вам потребуется 50 человек и 4-6 месяцев выход на этот уровень. И так далее. Дальше просто теоретически говорю в среднем, но это очень сложно делать. Но тем не менее, есть такие команды, кто фокусируется, например, на wellness. Это мужу и жене, да, это, конечно, дорого, но в начале, да, но потом мы видим, может быть, вы смотрели, да, внимательно, что на, сейчас скажу, на четвертом шаге, ой, да, на третьем каталоге, если вы будете фокусироваться и вкладывать свое здоровье, да, взять продукцию wellness себе и своему супругу, то вы уже полностью всю линейку wellness себе, мужу и ребенку можете получать за счет вашей структуры. Ну и, понятно, оставшиеся деньги, вот они потом у вас будут, вот вы уже тратите на свое усмотрение. Но опять же таки, далее, средние, если предположить, что также у вас будет 100 человек, вы пригласите, вы также обучите, но средние заказы у них будут разные, вы можете, если средний заказ будет 50 баллов, ваш доход будет 12 тысяч рублей, если средний заказ 100 баллов, будет 30 тысяч, если 150, 60, и ваше звание будет золотой директор, если 200 баллов, это 80, это золотой директор, скажем так, с запасом, и если 250, ну это, конечно, мечта, это, ну просто мечта, да, опять же таки, что такое 250 баллов, это мужу, жене принимать продукцию волос и просто пользоваться всей уходовой и включая там, может быть, ну опять же таки, покупать ребенку, вот, смотрите, поэтому задайте себе вопрос, какой доход вы хотите получать, посмотрите, пожалуйста, вот эту табличку, сфокусироваться, какой средний заказ в вашей команде вы хотите, это я к тому, что нужно не просто подписывать людей и находить, и вот уговаривать, просто, дай паспортные данные, я тебя приглашу куда-то, но и проговаривать, рассказывать о двух категориях, это велос и нович, тогда у вас будут постоянные клиенты, потому что аналогов этих продуктов нет, если там декоративная косметика, там лаки, что у нас тут еще, у меня парфюмерная водичка, крема, вот у меня здесь крем для ног, это есть в разных компаниях, то именно велос такого качества и уходовой, да, аналогов цена, соотношение качества нет, и второй момент, готовы ли вы вкладывать свое здоровье и красоту, чтобы выйти на тот уровень дохода, о котором вы мечтаете, если вы покажете пример, если вы будете пользоваться продукцией, окружение ваше заметит, да, и вам будет проще объяснить и рассказать свои истории, ваши истории личные с велос, да, о том, как происходило преображение, узнавать больше о макияже, потому что когда я работала моделью, говорили, что некрасивых женщин нет, есть только те, кто не умеет краситься, сейчас в эпопу онлайн есть вторая фишка, некрасивых женщин нет, есть те, кто не умеет использовать онлайн фотошопы, да, это мы тоже с вами все это изучим, пройдем, но тем не менее, да, конечно, в начале будет, когда вы только придете, да, вы же приходите сюда зарабатывать, и не у всех есть возможность покупать себе действительно вот такие качественные дорогостоящие продукты, но если вы, как бы там оно ни звучало, организуете товароборот, поднимете пятую точку, начнете раздавать каталоги и сделаете привлечение семей, которые будут по себестоимости с вами покупать на один номер, вы можете выйти на тот уровень дохода, а потом просто потихонечку начать приобретать себе продукцию вылаз и опять же таки не надо что-то делать затаривать продукцию, не надо вкладывать деньги, ни в коем случае чтобы там полки ломились, нет, нужно просто покупать то, что на данный момент необходимо вам, что у вас заканчивается, вот, для того, чтобы научиться как правильно организовывать наоборот 150 баллов, а потом научиться 250, чтобы также обучать свою команду, у нас каждый вторник проходят вебинары, парад успеха, где выступает новое звание, рассказывают о любимой продукции, академия wellness, более подробнее о продукции, вторая неделя каталога и как делать 150 баллов, точнее, как личный товароборот делают наши партнеры, они показывают, да, их заказы, и третья неделя каталога это академия красоты, это о макияже, уход за лицом и так далее, за телом, и также, как мы делаем организацию личного товароборота на лишних примерах. Далее, следующая стратегия, когда я вам показывала что-то в живую, картиночка, да, замечательно, три на три, все, но в живую получится совсем по-другому. И начинаем мы сначала с двух команд, которые, по идее, скажем так, в идеале делает ваш спонсор, это спонсорская веточка одна, и вторую веточку делаете вы. Но не всегда бывает такой идеал, когда вам кто-то что-то делает за вас. Почему? Потому что у нас есть много лидеров, например, Аня Ахмерова, которую подписали, и подписал лидер, ну, точнее, подписала подруга, и она перестала работать, размещать заказы. И Аня самостоятельно стала директором. Да много таких партнеров, кто у кого так получилось. Так вот, для того, чтобы, поймите, прежде всего нужно самим себе поставить первую цель, как можно сделать личным рекрутингом 3000 баллов. То есть, пригласить людей и обучить их делать то же самое. Вот первый фокус. Если вы хотите сделать за полгода, 3000 баллов поделите на 6 месяцев. Если вы хотите выйти на уровень директора за 3 месяца, 3000 баллов поделите на этот же. Опять-таки, ЭКТО могут быть просто потребители, которые придут, разместят заказ одну тушь, бросят, и таких нужно тысячи человек. Либо это нужно 100 человек, которые будут размещать заказ на 30 баллов и так далее. Подумайте. Либо вам найти нужно всего 20 партнеров, которые разместят по 150 баллов. Помните табличку умножения 5-3? 3-3-9, 9-3-27, все. Если делают по 150 баллов, если вы найдете каждому подход, что нужно делать? Как? Тогда у вас будет доход. Если не будет потока личных регистраций, хоть директорский товарооборот построят, но денег и звания никогда не получите. Это правильный. Поэтому вам нужно самим. У нас есть очень много партнеров, кто за счет команды вышел на уровень директор. Но они ничего не зарабатывают. Ваша задача нужно понять, что если вы хотите дохода, если вы хотите выйти на уровень дохода 100 тысяч рублей, то прежде всего это личный рекрутинг. И как можно больше, минимум 4 часа день этим уделять. Чудо не ждите. Ну и что построит вам эту организацию? И что? Если в вашей команде будет 3 таких человека, то есть вы, которые поставили цель такую же сделать, и еще 2 человечка, которые так же поставят, да, вот, пожалуйста, вам товарооборот директора. Вот. Где искать людей? Да, конечно же, везде, они есть везде, да. И мне сказать, и кому угодно, мне тоже не хватает дохода, сколько бы я не зарабатывала, нет, не то, что не хватает, сколько бы я не зарабатывала, всегда эти деньги можно потратить, и дополнительно доход не помешает. То есть 300, окей, я хочу 400, 400 будешь получать в принципе, да, и там 450 не помешает, потому что квартирка хочется побольше, ремонтик хочется, какую-нибудь другую машинку и так далее. Вот. И вспомните, что прежде чем людей искать, рекрутировать в интернете, заниматься этим бизнесом, помните, что ваши знакомых будут приглашать люди из интернета, ваших знакомых. И будет потом обидно, когда вы встретите подругу, а она стала директором компании, сафировым директором компании Арифлейн. Потому что вашим знакомым также приглашают бизнес. Арифлейн, не Арифлейн, там, Энели, Фаберлик, Эйвен, Эвроше, просто какие-то махинации к пирамидам. Поймите, что 99% людей хотят зарабатывать больше. Если взять, вот я сделала поисковик, я даже не обновляла эту страницу, в месяц 30 миллионов людей ищут работу, подработку, вакансии. И ваши знакомые, просто они не говорят. И денег, поверьте, всегда мало. Поэтому, для того, чтобы правильно рекрутировать, правильно свой бизнес делать, нужно, конечно, обучаться, как и любой другой профессии. Скажите, давайте перечислим, напишите, какая у вас есть основная специальность и сколько лет вы обучались. И сколько стаж по вашей основной специальности. То есть, например, вы обучались на бухгалтера 3 года, плюс, например, я обучалась 3 года плюс 3 заочно, то есть 6 лет, у меня порядка 7 лет стажа бухгалтера. Вот. Да, у меня был нормальный доход, скажем так, но я не буду говорить. Дальше. Вы знаете, что то, что вы закончили высшее образование 5 лет или у вас 2 высших образования еще не гарантирует то, что вы будете получать деньги. В Арифлейм примерно так же. Если вы будете просто ходить и обучаться, но вы не будете применять то, что делается успешными, да, то вы тоже не можете зарабатывать, но важно обучаться. Это такая же профессия, это фишки, да, и постоянно вот идет фишечки новые, что-то происходит в интернете, какие-то программки, новые методы рекрутирования, социальные сети, да, какие-то шаблончики. Надо быть постоянно в тренде. Второй момент. Нужно не просто посещать вебинары, нужно приводить людей. Скажите, кто, сколько человек сегодня пригласил на вебинар, сколько человек пришло с вами. И третье, да, вот контролировать, то есть это начало будет, да, контролировать посещение вебинаров, сколько человек к вам пришло. И потом я добавлю один пункт, попозже мы с ним поговорим, это начать выступать на вебинарах. Пять минут, десять, пятнадцать, потому что, если вы не научитесь говорить, выступать, то доходив сто тысяч рублей не может быть речи. Да, вы выйдете на определенный какой-то уровень, но это будет все. Вам нужно учиться. Это, как любая другая профессия, и гинекологом, и бухгалтером, и юристом, и стоматологом. Стоматолог, что сразу пойдет людей лечить? Нет, он как минимум пять лет обучения, плюс какая-то стажировка. Артисты тоже для того, чтобы стать певцом, чтобы спортсменом. Все проходят подготовку, практику, практику. Здесь то же самое, поэтому, если у вас какие-то трудности с аратовским искусством, как, например, у меня в свое время всегда было, это ничего страшного, главное просто обучаться. Важно также изучить, какие виды доходов у нас есть, и приглашать людей. Вот смотрите, вот самое сложное для вас, это приглашать людей, научиться. Вот понимаете, спикеры, которые выступают, вот смотрите, у нас каждый день идет обучение, и не одно обучение. Ваша задача, самое легкое, просто прийти, послушать, и повторить действия. А подготовить вебинар, выступать, потому что к одному вебинару могут готовиться и день, и два, и пять, и неделю. Ваша задача только пригласить. Но вы знаете, почему люди не становятся миллионерами? Потому что они, халява не ценится. Если человек сам выступает на вебинаре, как правило, эта команда самая многочисленная по посещению. Я не знаю, наверное, это парадокс такой. Вот, когда выступает какой-то лидер, я смотрю, посещение меньше. Помните, если вы ходите на вебинары, зарабатывает ваш вышестоящий лидер. Если приходит ваша команда, зарабатываете вы. Кроме того, да, у нас есть записи вебинаров, но по статистике, если вы в живую смотрите, эффективность 80%, если вы даете вебинар в записи, эффективность 20%. Поэтому очень важно контролировать. Да, конечно. И для того, чтобы разобраться в доходах, у нас есть как записи, так и каждую среду у нас проходит, каждую неделю проходят вебинары. На первой и третьей неделе у нас 13 часов и на второй неделе 18 часов кому как удобнее. И мы подробно разбираем в 13 часов на первой неделе каталога 7 видов дохода с нашей компанией. Подробные расчеты. Что же делать дальше? Когда вы только стартуете, у нас есть сразу после регистрации либо вы, либо ваших новичков вы делаете ссылку на сайт. У нас есть много командных сайтов, поэтому уточните у вашего вышестоящего лидера вот такой вот разделчик они есть. Но у нас каждый вторник на первой третьей неделе в 13 часов и в четверг 18 часов опять кому как удобно. У нас подробная инструкция что же нужно делать чтобы делать первые шаги. Далее обязательно раньше мы работали у нас была система обучения в скайпе наш онлайн офис теперь вы перешли в телеграм и наверняка уже практически все скажите кто из присутствующих есть телеграм напишите плюсик чтобы мы посмотрели как вас много и кого нет напишите минус ваш лидер сразу увидит и обязательно вас пригласит там идет действительно кипит жизнь онлайн 24 часа обучения дальше про спонсора поймите никто доставать вас не будет и лучше спонсор достается тому кто его достает поэтому ваша задача самому созвониться с вышестоящим директором менеджером ближайшие два дня через день каждый день сейчас есть скажите у кого есть ватсап вайбер бесплатно же можно звонить созваниваться поймите вам нужно взять практический опыт рассказать что у вас получается что у вас не получается рассказать о ваших знакомых как кого можно пригласить да как кому правильно раздать каталог чтобы ваш лидер проанализировал и подсказал именно вам рецепт роста и есть такая статистика статистика онлайн и офлайн это не моя статистика это статистика среднеинтернетовская чтобы получить 20-30 регистраций онлайн нужно провести 100 собеседований перепиской либо голосом это повышает регистрации 50 контактов по теплому рынку ваши получается 30 регистраций 100 контактов блогом сайтом пустые 1-2 да и 100 регистраций по холодному рынку но офлайн да вы находите 2 бизнес партнера и 1 становится директором если вы делаете 10 регистраций по теплому рынку это ваши знакомые подруги друзья то именно отрабатывайте качественно не просто подписали а именно отрабатывайте работайте передаете знания да и чтобы ваш приходил партнер на все планерки вебинары то как правило можно найти одного директора поэтому конечно же мы ставим задачу максимум это одна регистрация в день и нарабатываем 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 людей но минимум наша задача одна регистрация в неделю чтобы новичок сделал 100 бонус баллов как мы рекрутируем методы рекрутирования у нас проходит два раза теперь в неделю мы переделали немножко расписание в понедельник у нас для тех кому кто работает чтобы 18 часов приходили на первой третьей неделе каталога а в пятницу у нас каждый раз в 13 часов далее что нужно сделать организовать поток людей прежде всего нужно все-таки составить список знакомых минимум 300 человек и каждый день ну либо раз в неделю пополнять скажите сколько у вас людей в списке знакомых написано сейчас как часто вы к нему обращаетесь пересматриваете это те кто уже у нас есть потому что сейчас именно теплый рынок работает потому что онлайн ну пришел ушел человек он сомневается а когда человек сомневается обычно куда-то лезет у кого-то спрашивает опять же вы пригласили в Арифлэм рассказали человек сомневается он начинает искать ответы на вопросы куда он пойдет он пойдет дальше он загуглит в поиске он будет смотреть сейчас все знают в теме наведет запрос Арифлэм например я бы так сделала если например мне что-то предлагают какую-то услугу мне предлагают например в ютуб партнерку но я до сих пор не согласилась официально ни с кем оформить потому что я знаю что есть лидеры которые могут помогут мне обучить меня и развить мой канал а есть просто ну любители да и поэтому прежде чем зарегистрироваться зарегистрировать партнерку или еще что-то я лучше сейчас пойду в гугл найду лидера да и подпишусь к нему туда поэтому ваши люди могут так же пропадать они видели и они идут в ютуб просто в гугл поэтому если это ваши знакомые вы будете предлагать да либо ваш настоящий лидер будет предлагать там рассказывать презентацию куда они будут пойдут советоваться они посоветуются к вам спросят а действительно ли вы чем вы пользуетесь да ничего здесь такого нет там ни обмана ни скажем такого что вы теряете да что вы теряете да максимум нету тут такого максимума это время которое вы потратите на обучение но просто одни это время тратят на обучение а другие обучаются и действуют это все то есть вкладывать денег не надо вы покупаете эту продукцию которые сами пользуетесь вот например кто гадает это например средство для снятия лака у меня все лежит под рукой я работаю одновременно что-то делаю это вот это ваша продукция дальше самых первых дней важно если вы хотите выйти на доход 100 тысяч важно прокачивать свой личный бренд для того чтобы ваши знакомые наблюдали за вами они есть везде в различных соцсетях и пусть они видят как вы из золушки превращаетесь в прекрасную королеву королеву в шикарную ухоженную женщину успешную женщину которая путешествует в разных странах мира у которой головная боль как же найти новое платьишко для очередного банкета у которых действительно очередная боль ну что же где там с ребеночком чтобы либо поехать либо выбирать чтобы другие люди наблюдают за вами и чем раньше вы начнете вести свой личный бренд как вы меняетесь как вы думаете да тем проще думайте как лидер для того чтобы смотреть что нужно делать и как для этого подпишитесь на всех лидеров Арифлейм и смотрите что они постят да вы можете то что вам нравится их цитаты какие-то фотографии все складывайте в папочку копируйте текст и через месяц через неделю делайте такой же пост ваши лидеры ни в коем случае им будет все равно они будут наверное только рады вот этот пост обязательно затеряется где-то того лидера но вы будете прокачивать свой бренд вот такая фишечка обязательно должно у вас быть две почты на гугл диске на гугл потому что там есть гугл диск и привязка к ютуб каналу будет и на яндексе потому что там меньше всего спама вам важно будет уже с первых дней завести ютуб канал для того чтобы начинать записывать видеоролики да 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 и вам нужно важно учиться этому для начала вам пойдет просто мобильный телефон и свой каждый заказ важно записывать в начале вы делаете это просто вы начинаете делать запись запись без камеры себя не надо показывать камеру потому что сложно может быть мимика не понравился вам макияж освещение потому что одно освещение вот сейчас освещение одно вот правильно освещение может либо убрать 5-10 лет возраста либо прибавить под 10 лет возраста и нужно освещение потом будет найти вам и в разное время суток тоже важно да вот работать вы потом найдете но начните с того что то что себе заказали быстренько сняли и помните что 30 секундный ролик или минутный ролик можно пересылать вашим подружкам маме знакомым вы можете как просто обзор сделать продукции так как и рассказать вот например вот у меня здесь есть масло чайного дерева Наташа вот смотри вот это масло чайного дерева и тут же рассказали что вы с ним делаете короткий ролик вы скинули по вашим клиентам можно сделать в группе когда вы ваших клиентов соберете вот такой маленький личный опыт кроме того вы можете выложить в инстаграме делайте маленькие ролики ой например вот ой сейчас крашу ногти например какие-то просто я смотрю что у меня есть и все маленькие видеоролики фотографии ведите бренд обязательно у вас должна быть страница сейчас в инстаграме ее важно прокачивать потому что все звезды все магазины весь бизнес ушел в инстаграм вот дальше вам нужно изучить все способы рекрутинга как в нашей команде так и не ждите если вы чувствуете интерес в каком-то методе заходите в ютуб и пересматривайте 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 потому что например хотите рекрутировать в инстаграме заходите и все рекрутинг в инстаграме и начинаете все пересматривать фишек много идей много каких-то всяких ботов программ помощи там очень много всего изучайте и будьте профессионалом вначале у вас не будет получаться это однозначно месяц второй и эта база потом будет нарабатываться здесь побеждает тот кто больше всех более терпеливый кто дойдет до старта до финиша потому что стартует многие даже некоторые люди очень быстро стартанут бешеный рост будет но потом разочаруются в том что у них такого же бешеного роста нет и может даже вообще кинут бросят уйдут почему потому что мы все с вами работаем с одними теми же людьми у нас с вами одни и те же каталоги время года обстоятельства там в стране кризис у нас одинаковые с вами возможности и люди одинаковые я всегда говорю люди это как колода карт в ней обязательно есть тузы ваши директора есть короли вальты дамы это менеджеры разного уровня а есть просто всякие там шестерки восьмерки это пустышки и вы когда перебираете кому-то повезет сразу поймают туза короля даму а некоторые будут перебирать пустышек и сдадутся некоторые сразу яркие картинки найдут лидеров а потом пустышки 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 издаются но когда вы перебираете эту карту колоду карт вы ее переворачиваете и колода карт начинается заново помните об этом изучите способы подачи информации это можно опять же таки где-то перепиской собеседованием скайпом вот и два три раза в неделю планерка созвон с вышестоящим лидером если вы хотите расти доставайте сами не ждите когда вам позвонит ваш менеджер директор потому что он занимается и обучает как раз теми людьми которые его достают либо он занимается рекрутингом либо он занимается подготовкой к вебинару это вам нужно зарабатывать деньги поэтому стремитесь сами управлять своим бизнесом и вот буквально последние слайды также следующий момент не ждите чтобы за вас сопровождали новичков даже если ваш ваш настоящий менеджер директор начинает строить вашу группу и подписывать новичков с первых же дней сами знакомьтесь с вашими новичками и учитесь обучать этих людей помните что вся структура которая находится под вами первая ветка вторая там сколько это ваш бизнес и рано или поздно ваш стоящий лидер переключится от вашей ветки к другой ветке почему потому что он делать будет следующие следующие квалификации но если вы не познакомитесь с вашими людьми эти люди как придут и уйдут и к сожалению у вас не будет вашего уровня поэтому учитесь сразу делайте ошибки у нас есть говорят да простит меня господь моих первых новичков которых я испортила учитесь у вас да у вас не будет получаться вам будут отказываться но тем не менее этому надо учиться и подведя итог да еще раз фокусируйтесь сразу на большой результат на три звания на долговременную работу год два три пять лет обучайтесь потому что на этом уровне ваш доход будет от 100 тысяч рублей и давайте подведем итог что же нужно делать чтобы быть успешными первое это составить список мечт составить список знакомым минимум 300 человек пользоваться продукцией wellness на вэч вкладывать свое здоровье в себя дальше четверт организовать лто личный товар оборот 150 баллов посещать все вебинары вебинары ежедневно рекрутировать цель минимум 3 регистрации и прирост товарооборота личных новичков минимум 300 баллов может у вас это будет 20 регистраций 10 регистраций но минимум то что вы приглашаете людей должно быть суммарно 300 баллов если есть поставьте галочку вы молодец сопровождать новичков как помогать им изучить продукцию разместить заказ помочь в рекрутинге рассказать свой личный опыт провести планерочку и приглашать не только приглашать но приводить людей на вебинары как сейчас у нас и также важно научиться говорить участвовать в вебинарах на планерках просите самому когда у вас следующий командный вебинар проситесь на 5 на 10 минут выступить рассказать о своем успехе достижении учитесь стать хорошим спикером когда вы станете хорошим спикером вы выйдете на хороший доход пока вы не говорите о высоких доходах можно не мечтать выйти на уровень там 20-30 тысяч рублей и все это будет потолок ваша задача научиться говорить выступать вот отлично хочу выступать кто у нас хочет выступать пожалуйста список да пожалуйста да вот видите уже сразу записывайтесь потому что у нас выступает вот знаете вот тоже у нас выступает одни директора потому что все боятся выступать я вам расскажу одну такую фишечку как легко выступать на вебинаре это не вживую вы можете на экран повесить текст и читать это первый ваш шаг второй шаг как бы это смешно не звучало или как-то выпейте вот стольчик коньячку пару ложечек это снимет стресс на самом деле первый у вас будет вот такой вот стресс бешено трястись вы забудете все слова вот так выступали все звезды шоу-бизнеса перед сценой и помните если вы не волнуетесь вы не можете рассказать передать свои эмоции и это нормально главное преодолеть страх и главное не ну не спится понятно да я думаю что вы не так часто выступаете раз в каталог можно перетерпеть вот но вот эти вот две маленьких фишечки это всегда иметь готовый обязательно прописывать в письменном виде то то что вы хотите донести это важно обучаться пять минут значит пять минут вы прописываете второе это расслабиться это первое ваше будет дальше важно делать ежедневный план думайте как правильно распределить время потому что и молодой маме можно и за час два три правильно действовать распределить один час на рекрутинг один час на сопровождение один час на обучение хотя я бы сказала что лучше два часа заниматься рекрутингом то есть надо посмотреть что вы делаете и конечно же вы должны сами доставать вашего вышестоящего лидера отчет звонок менеджеру и директору когда вы пишете маленький отчетик вы анализируете вы понимаете куда вы тратите время вот таких десять фишек роста для того чтобы стать лидером это то что делаю я это то что помогло мне быть успешным наш вебинар подошел к концу я хотела бы посмотреть у нас есть с вами табличка присутствующие гости на вебинаре я видела что 220 человек пригласили на этот командный вебинар и не все к сожалению отметились помогите пожалуйста сколько человек максимум из ваших новичков пришло на этот вебинар потому что этого человека ждет премия 500 рублей давайте узнаем сколько потому что вот ваша задача самая была сложная это не просто отправить спам сообщения 200 человек оповестили а именно привести узнать зашел ли человек на вебинар правильно ли он зарегистрировался помочь скачать ему приложение ваша задача привести скажите вам вот я пишу вам была полезна эта информация каждый раз каждой каждой три недели будет проходить этот вебинар но информация я буду что-то добавлять какую-то изюминку вносить какую-то фишечку вы не сможете так рассказать о компании потому что это мой опыт это моя страсть это мой стиль жизни это наш командный результат это фишечка каждого потому что то чего я достигла я обучалась от всей своей команды потому что каждый вот Катя Ганюк первая начинала в одноклассниках это я от нее училась как работать в интернете Светлана Волкова она преподаватель она помогла мне поставить как-то выступления какие-то и так вот от каждого и дальше сейчас девчонки Женя Горских просто звезда делать как правильно раздавать каталоги делать товар оборота у каждого фишечки Катя Филиппова от каждого я могу лидера партнера рассказывать то чему я научилась вот потому что вот то что я вам сейчас говорю это наш мозговой штурм то что мы сделали с вами годами вот смотрите мне важно чтобы это были новички и так я смотрю у нас есть Большакова и Лилия 8 человек новичков пришло 3,3 ну-ка еще смотрим давайте список я подниму еще раз я посмотрю список пожалуйста сделайте принтскрин кто присутствовал на вебинаре ваших команд очень вас прошу и ваша цель на следующий вебинар привести минимум 5 новых человек на такой же вебинар это самое сложное что вам надо делать все остальное сделаем я и наша команда все всем успехов до новых встреч я сейчас смотрю приглашение на вебинар и отсылаю на регистрационный номер 500 рублей все пока 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 Спасибо.